В эфире «Свободное время», судья Алексей Егоров, и мы продолжаем выпуск. Сегодня весь мир отмечает Международный день борьбы с наркотиками. Мы решили воспользоваться этим случаем и пригласить в студию лично главу ФСКН России. Итак, у нас в гостях, проходите, пожалуйста, Виктор Петрович Иванов, глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, генерал-полковник, между прочим. Я не знаю, что принято дарить на этот праздник, если его можно назвать праздником. Мы хотим вручить вам вот это панно. Это делают дети из детского дома, которые, многие из них попали в этот детский дом, именно потому, что их родители когда-то были наркоманами. Но вот теперь дети, слава богу, лечатся, живы-здоровы и делают такие прекрасные вещи. Это, своего рода, символ возрождения. Спасибо, этот талисман найдет место в музее ФСКН. Скажите, пожалуйста, вот если говорить серьезно, да, сейчас у нас в России идет эпоха возрождения, количество наркоманов увеличивается или уменьшается? Буквально вчера на заседании антинаркотического комитета мы утвердили доклад президенту ежегодно, мы его делаем, о наркоситуации в стране, в котором мы констатируем, что количество наркопотребителей у нас не увеличивается, эта цифра достаточно стабильна, но мы планируем предпринять меры для кардинального снижения. Слава богу, по крайней мере, не увеличивается. Давайте теперь перейдем к событиям на Украине. Это правда, что после Майдана Украина стала таким крупным поставщиком, дополнительным источником поставки наркотиков на территорию Российской Федерации? Ну, я избегал термина «стала». Она действительно, Украина находится в тяжелой наркотической ситуации, в том числе и Крым, который вернулся опять в лоно России. Но там проблема достаточно тяжелая, и она обусловлена целым рядом причин, в том числе и метадоновой терапией, которая с 2006 года реализуется на Украине. Ну и как раз в продолжение ваших слов. Когда Крым был еще украинским, до оборота наркотиков местным органам внутренних дел, мягко говоря, не было дела. Иначе, как еще объяснить, что за весь прошедший год в Крыму было изъято лишь 13 граммов кокаина. Это за год. Причем это официальные данные. О том, в каком состоянии украинский наркотрафик сегодня, разобрался Роман Паршинцев. Глебный чай Майдана! Найс почнейший, найс почнейший! Знаменитый чай Майдана – напиток, действительно бодрящий и загадочный. Несколько глотков волшебного средства могут заменить сон, придать безумной храбрости и силы. Это действия амфетаминов, которые добавлялись в чай. Правда, о точном химическом составе напитка эксперты спорят до сих пор. Взяли чай, наколотый, как в 2004-м. Представляет. Когда-то такие наркотики использовали военные, чтобы сделать своих солдат непобедимыми. Но оказалось, что эти наркотики идеально подходят для проведения революции. Перевороты в Тунисе и Египте, как и Киевский Майдан – хорошо спланированные акции под действием амфетаминов. Изначально амфетамины, которые использовались в ходе Первой мировой войны, их задача была удерживать солдат в окопы и снимать состояние стресса при выходе из окопов. Вот фактически Майдан – та же самая окопная война, как в Первую мировую. Стандартное лицо Майдана – невнятная речь, рассеянный взгляд и отсутствие страха. Только внешние признаки. Внутри революционера уже начались необратимые процессы. А что же это такое? Чем молодежь, которая там стояла? По 17 лет. Я его спрашиваю, зачем ты сюда пришел? А он так смотрит, я не знаю. А вот и подробности революционных технологий в Киеве – шприцы и неизвестные препараты. Врачи подтвердили синтетически, допинг был обнаружен на Майдане еще до начала вооруженных беспорядков. Я слышала, что киевские наркологи были переполнены пациентами, перевозбужденными, которые находились под действием каких-то медитаментов или наркотиков. Люди, которые возвращались в Майдан, я думаю, об этом уже не раз говорили, но тем не менее у них тоже наблюдался синдром абстиненции. И при клинических исследованиях крови у них в крови наблюдались изменения, которые после себя оставляют именно перевитин. Первитин – очень сильное психотропное средство, которым непродолжительное время в советских еще клиниках лечили от депрессии. Свою дозу активисты получали прямо на площади. Кашу с мясом и салом готовили здесь. Кстати, главным наркокурьером Майдана называют Виталия Кличко – того самого борца за трезвый образ жизни. Майдан теперь – это уже диагноз, который стал эпидемией. Первые признаки – отсутствие страха и бессонница, как последствия – психоз и наркотическая ломка. Они дезориентированы, речь путанная, приступы агрессии, не подпускают к себе и не могут успокоиться даже в тишине. Именно поэтому надо проводить срочную реабилитацию. Самые стойкие по-прежнему на площади новые власти Киева пытались разогнать остатки мятежного Майдана. Но пока зачистка безуспешна. То ли методы не такие жесткие, то ли ломка у революционеров слишком агрессивная. Аида Гатаулина, Валентина Белова, Николай Леонидов. Свободное время. Напоминаю, что на студии глава ФСКН Виктор Иванов по линии борьбы с наркотиками самый информированный человек в стране. Вот скажите, информация про Майдан и наркотиками, это все правда? Да, это действительно так. Наше общение с полицией Украины, с сотрудниками Беркута, а также с представителями наркологических служб Украины подтверждают эту информацию. Специфика заключается в том, что на Украине сложилась достаточно большая сеть, как я их называю, псевдо-реабилитационных центров, которые действовали под флагом различного рода неохаризматических сект, которые поддерживались из-за рубежа с помощью финансовых грантов. И там аккумулировано значительное количество наркопотребителей, которые якобы проходят реабилитацию. Что называется в переводе, ну понятный язык, людям легально выдавали наркотики, всем желающим. Во многом да. И именно эта пехота была задействована на Майдане. Даже был случай, когда это врачи подтвердили, когда несколько человек умерли ввиду передозировки наркотиков, при этом вокруг стоял запах ацетона. Это люди принимали ацетилированный опий, первитин, как уже здесь говорилось. К слову говоря, первитин использовался вермахтом во время Второй мировой войны для стимуляции летчиков, люфтваффе и танкистов. То есть, получается, это какая-то заранее подготовленная, ну что ли, спланированная акция? Ну, это может установить только следствие. Мы не можем вмешиваться на территории. А не знаете, следствие ведется на эту тему на Украине? Я не знаю, я об этом не слышал. А украинских коллег вы информировали о том, что такая информация, место быть? Украинские коллеги сами об этом говорили, поэтому их не надо информировать. Это все... Это общеизвестно на Украине. Скажите, пожалуйста, вот этот фестиваль Казантип, который всю жизнь проходил в Крыму, там что, такие же проблемы, тоже сплошь наркоманы? Ну, дело в том, что, конечно, правоохранительная система Украины, и в частности в Крыму, была достаточно в слабом таком состоянии, неэффективна, объемы изымаемых наркотиков незначительные, поэтому, конечно, это создало почву для извлечения дополнительной прибыли с использованием такого рода фестивалей. В частности, Казантип, который действовал в летнее время, от двух недель до 45 дней, ну, когда, как, по разному году, в городе Саки. Собиралось до полутора тысячи человек из территории Украины, из России приезжали, и в основном подтягивались те люди, которые употребляли наркотики, потому что это давало возможность в концентрированном виде организовать сбыт наркотики. Ну, собственно, за ним никто и не мешал, да? Да, да, поэтому расследование показало, что там основали юркие граждане, желтыми черноданчиками называли, в которых были наркотики. Ну, как раз в подтверждение ваших слов предлагаю все-таки вернуться к сегодняшним крымским новостям, говоря, что вместе с Крымом Россия получила, как вы говорите, один из самых наркотически проблемных регионов, и когда Крым еще был украинским до оборота наркотиков, там, мягко говоря, никому не было дела. Иначе как еще объяснить, что за весь прошедший год в Крыму было изъято всего лишь 13 граммов кокаина за год. И это официальные данные. О том, в каком состоянии украинский наркотрафик сегодня, в материале Романа Паршинцева. Считанные секунды и спецназовец проникает в окно, затем изнутри открывает дверь остальным оперативникам. Сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков здесь не ждали. Крым вообще до вхождения в Россию был краем непуганных драгдилеров. Продажа наркотиков на полуострове, как и в этой торговой точке, была поставлена на поток. Что это такое? Чеки. Чеки что? Поясняйте, что это такое? Ну, наркотики. По данным медиков, в Крыму наркоманов в два раза больше, чем в среднем по России. К тому же, в течение десятка лет там действовала так называемая заместительная терапия. Тяжелые наркотики заменяли разрешенным веществом – метадоном. Ну, метадон, он, так как он сильнее, да, пирамид, если я скажу 10 раз, поверьте, может побольше. Больных не лечили. Им выписывали метадон как панацею от ломки, вызывая еще большую зависимость. Официально такой пациент социально не опасен. Получая в аптеке зелье, он не пойдет воровать на улицу. Но яд продолжает убивать его изнутри. Более 60% больных, которые получают метадон, возвращаются к уличным наркотикам, героинам, потому что основное, что они хотят – это кайфы. И они его получают не через метадон. Метадоновая терапия, как говорят медики, не терапия вовсе, а зомбирование. То есть наркоманы – это такие легальные зомби, которые за дозу ведут себя тихо. Вылечить зависимость погружает человека в еще большую кабалу невозможно. По российским законам метадоновая терапия запрещена. А значит, у крымских наркоманов есть шанс слезть с иглы и начать новую жизнь без одурманивания. Вадим из Севастополя – наркоман с 15-летним стажем. Еще полтора года сидел на метадоне. Сейчас он лечится в Москве. Мы приехали только из-за того, чтобы не сдохли. У нас ни анализы не брали, ни смотрели, они как органы реагируют. Ничего. Тупо закармливали и все. Метадоном просто давали и все. Они игнорируют медицинский аспект заместительной терапии. Потому что если обращать внимание на медицинский аспект, видно, что заместительная терапия так же губительна, как наркотик уличный. В Крыму не хватает центров реабилитации для таких больных. Около 90 человек отправили в Москву и Санкт-Петербург, где их будут еще полгода лечить от украинской заместительной терапии. Роман Паршинцев, Владимир Червяков, Дмитрий Афанасьев, Валентина Белова и Илья Филиппов. Свободное время. Давайте от крымских проблем вернемся к нашим, российским. Как я понимаю, наркоманов, которые мы показывали, их как бы выводят из состояния наркотического опьянения в специальных учреждениях. А постоянного планомерного лечения такой системы у нас в России на данный момент нет. И вот многие говорят о том, что неплохо было бы возродить лечебно-трудовые профилактории, как это было прежде. Как вы к этому относитесь? Ну, к этому отношусь отрицательно, поскольку лечебно-трудовые профилактории базировались на, что ли, понудительном, через решение суда, прохождении там лечения. И это запрещено решениями Совета Европы. Кроме того, это не производительная затрата сил охраны и полиции, которые должны, наверное, сражаться с преступностью, а не охранять наркоманов. Поэтому на сегодняшний день ФСКН вышла с предложением, а правительство с своим постановлением от 15 апреля утвердило программу, в которой есть подпрограмма комплексная реабилитация и ресоциализация. Иными словами, использование реабилитационных центров более продуктивно для организации. То есть в ближайшее время в Российской Федерации появятся реабилитационные центры, где из наркоманов будут делать нормальных, наконец, здоровых людей. Да, именно так. Более того, я могу сказать, что на сегодняшний день порядка 500 таких реабилитационных центров в форме неправительственных, некоммерческих организаций, частично коммерческих организаций, уже функционируют в России. Поэтому программа нацелена на то, чтобы эти центры работали в соответствии с стандартами. Я только не очень понимаю, как это будет работать. Вот, например, Ройзман, который на Урале работает, он берет, просто приковывает наручниками больных кровати. Я считаю, в этом смысле он прав. Если человек не хочет лечиться, а его окружение, там, папа, мама, жена, брат, дочь, дети, говорят, лечись, ну, наверное, правильно. А как еще заставить человека лечиться? Ну, программа подразумевает создание консультационных пунктов, которые занимаются проблемами мотивации и укрепления мотивационных настроений у наркопотребителей, и что важно, у членов семьи, с тем, чтобы поддерживать нужный уровень мотивации для прохождения долгосрочных программ мотивации. Я знаю, у вас есть какие-то удивительные цифры. Как выглядит среднестатистический российский наркоман? Сколько ему лет? Ну, наркомания, как известно, прежде всего касается молодых людей, и это, как правило, в возрастной группе, в фокусной группе от 15 до 35 лет. То есть молодежь? В основном молодежь. Да, это наше будущее. А знаете, что сейчас многие говорят о том, что для России не так страшны наркотики, как страшна водка? Как вы думаете, если заглядывать в дальнюю-дальнюю перспективу, когда-нибудь алкоголь будет причислен к списку наркотиков? Ну, пока в обозримом будущем я не знаю. Более того, мы знаем опыт Соединенных Штатов Америки в 1929 году, когда запретили алкоголь, то появилось движение бутлегеров, это было начало мафиозных проявлений. Поэтому в ближайшем будущем я не ожидаю. Но как алкоголь-зависимые, так и наркозависимые люди, это, по сути, люди, которые должны пройти программы реабилитации. И в этом смысле эта программа предоставляет широкие возможности для лечения алкогольной проблемы России. Спасибо большое. Напомню, сегодня у нас в Гластях был глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков генерал-полковник Виктор Иванов. Спасибо большое, Виктор Петрович.